Бойцы, охранявшие объезд в Севастополь два года назад, приветствуют друг друга. Многие не виделись в прошлогодней встрече. Вспоминают, как 24 февраля 2014 года сюда приехала первая небольшая группа людей и встала фактически просто на дороге. У нас сначала не было никакого вооружения, кроме бутылок с коктейлем Молотова и черенками от лопат. А потом с помощью стрелковой игриван еще всем известного мы получили оружие и после этого стало намного проще нам заниматься своими обязанностями. Бойцы блокпоста неоднократно изымали у автомобилистов, ехавших в Севастополь, травматическое оружие. Находили в машинах и бейсбольные биты, и холодное оружие. Мерзли, мокли под дождем, но стояли. Ведь за спиной был Севастополь, а перед лицом – дорога, по которой в город могли прорваться радикалы. Наверное, на тот момент мы не осознавали еще серьезной опасности, но по мере поступления информации из СМИ мы понимали нашу ответственность. Ну вот скажите, если бы приехали эти пресловутые поезда дружбы, что здесь случилось бы? Стояли бы. Мы бы стояли. На блокпост пришли и женщины. Нужно ведь было обустроить быт бойцов, наладить их питание. Вы понимали, что это самый первый и самый опасный блокпост? Да. Страшно было? Ну, было сначала страшно. Сначала. Потом нет. Я очень горд тем, что мы делали здесь, на этом месте, новую историю России. И мы, в общем-то, отстояли наш город. У нас просто, как говорится, другого не могло быть. В следующем году бойцы снова в день референдума соберутся на своем посту. Это уже стало традицией. Елена Анисимова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.